Общокрепляющие мышцы развивающие. Это все спортивная гимнастика. Если перефразировать Владимира Семеновича, то девиз этого вида спорта будет звучать именно так. Тюменцам пора больше узнавать о спортивной гимнастике, ведь совсем скоро у нас должны пойти в рост свои чемпионы. Недавно построен специализированный зал, один из лучших в стране, а именно в нем впервые прошло первенство области. Конечно, современный комплекс это всегда хорошо. Но для того, чтобы вырастить будущих чемпионов, только новых стен маловато. Важнее желание тренироваться. А его у юных гимнастов хватает. Надо соблюдать режим дня, правильно ложиться спать, правильно питаться. Ну вот основные принципы. Доцепило тем, что тут надо очень много тренироваться. И ты получаешь кайф от того, что выполняешь новые элементы, которые тебе казались такими нереальными. А не задумывался ты о каких-то более значимых еще вершинах? Например, сместить с трона Артура Далалаяна или Никиту Нагорного? Задумался. Но пока еще не время. Разумеется, Далалаян и Нагорный ушли далеко вперед. Причем не только от Тимофея Капустина, но и от всего мира. Но даже они поаплодировали бы Тюменцу, посмотрев, как он выполняет упражнения на брусьях. Овации в спортивной гимнастике – результат огромного труда. И огромного же числа падений. На возраст она не смотрит и жалеть никого не умеет. Ну, иногда бывает, что расстраиваюсь. Вот. Обидно бывает иногда. Как вот борешься с тем, чтобы все-таки перебороть эту самую обиду, встать и заново начать уже, чтобы безошибочно отработать программу? Ну, не знаю, я настраиваю себя, чтобы, ну, нужно сделать и все. Расскажи, сколько раз ты падал, например, на турниках или на вольных упражнениях, прежде чем освоить какие-то приемы? Много, очень много. Но это неприятно. Ну, с этим надо бороться. Потому что, ну, она такая, ну, спортивная. Мозоли срываем, всякое такое. Ломаем ноги, но все равно ходим на гимнастику. У Кати Сауриной уже первый взрослый разряд. В 11 лет. Ее двоюродная сестра тоже гимнастка. Правда, цели у спортсменок немного разнятся. Я мечтаю стать как олимпийская чемпиона. А у тебя? Я хочу тренером стать. А то есть у вас есть такой вариант, что ты будешь тренировать свою двоюродную сестру? Ну, может. А Егор Сизиков тренировать пока не собирается никого. Думает только о собственных наградах. На первенской области взял серебро. Несмотря на травму ноги. Есть мотивация выигрывать соревнования, учить новые элементы. Это прикольно просто. Ты эти элементы проявляешь как-нибудь на улице, возможно? То есть покрасоваться перед друзьями, сальто сделать условно? Ну, иногда бывает. А это не травмоопасно, по-твоему? Да нет. Табаляк Никита Костецких первые шаги в спорте начинал в три года. Сам их уже не помнит. Зато спокойно крутится на турнике. Сколько раз ты можешь прокрутиться за один, ну за один раз буквально? Я не считаю. Ну, сможешь 10 оборотов подряд? Да. Спустя пару лет занятий в новых условиях сможет и больше. Подобных спорткомплексов в России всего 4. До его постройки тюменские гимнасты тренировались и соревновались в помещениях не очень хорошо для этого подходящих. Плюсы в том, что у нас в соревновании есть возможность проводить совместно им юноши и девушки. И это не мешает друг другу. Наоборот, поддержка идет. Все друг за друга болеют. Дети сплотились, сдружились.